Сколько бы мы не изводили клея, из-за того, что у нас влажность, сырость, мы не можем ничего с этим сделать. Две недели назад Анна начала ремонт в своей новой квартире. Только вот когда она его закончит, девушка теперь не знает. Студия на 13 этаже новостройки по адресу окружной шоссе 26 должна была стать первым собственным жильем. Полным уюта и тепла. Вместо этого постоянно отклеивающиеся обои и огромные пятна на стенах и потолке. Как только начал таять снег, крыша над пентхаусом дала течь. В управляющей компании устранять недостатки отказались. Дом на гарантии, следовательно, строительная компания в течение пяти лет должна обслуживать данный дом в плане ремонта кровли. В каком состоянии крыша, понятно, по потолку в коридорах. По словам жильцов, как только начались первые оттепели, огромное количество воды начало стекать по стенам, прямо по электрике через бетонные перекрытия на несколько этажей вниз. Если Анна с мужем и ребенком все еще ютится у родственников, то некоторые собственники квартир в дом все-таки заехали. Жить больше негде. Семья Дианы Колотушкиной, а это четыре человека, вынуждены ночевать в одной комнате. В остальных подолгу находиться не получается. На окнах испарина, вокруг подоконника плесень. Дышать тяжело из-за высокой влажности. Не выдерживает даже техника. Во время записи интервью запотел объектив камеры. Ребенок аллергик у нас старший. Младше они проходящие бронхиты. Ну, как бы сюда заехали, думали, вот нормально. Но в итоге, как может ребенок быть здоров, если здесь и холодно, 15 градусов. Сами же приходили из жилищной компании, нас замеряли. Еще один недостаток нового дома, по мнению жильцов, во всех смыслах худая проводка. Легкая нагрузка на сеть может стать причиной поломки оборудования или даже возгорания. Все знают, что по нормативам ПУЭ, правила устройства электроустановок, сечение на розеточной группе минимум 2,5 мм квадратных. Ниже нельзя делать. То есть здесь у нас получается явно взят провод 1,5 мм квадратных, да еще и заниженного сечения. Что недопустимо. При этом в щитке стоят автоматы 25, ну, на некоторых группах 16 ампер. То есть получается у нас провод будет плавиться, автоматика не будет работать. По словам жильцов дома, многие из них при покупке квартир были обмануты. Балконы по документам на практике оказались лоджиями. Пришлось доплачивать. А вот у кого ситуация сложилась с точностью, да наоборот, компенсацию не получили. Кроме этого, крышу многоэтажки и жилую часть должен был разделять специальный технический этаж. Такие обещания, по крайней мере, помнят собственники. Но обнаружить его мы не смогли. Зато на крыше мы встретились с представителем фирмы-застройщика. Как оказалось, его еще накануне предупредили сами жильцы, что будут обращаться за помощью к журналистам. Комментарий по поводу кровли не заставил себя ждать. Как пояснил руководитель компании, если бы крышу строили не осенью во время осадков, такой проблемы могло бы и не быть. Но от гарантийных обязательств фирма не отказывается, продолжая при этом продавать квартиры в новостройке и возводя по соседству еще один такой дом. Павел Громов, Василий Попурин. Новости Вологды.